Всем привет! Это мой четвертый выпуск на моем канале, как я переехал из России в Дубай. Погнали! Я живу здесь уже примерно полтора месяца. И мне все так же нравится, как и тогда, когда я приехал. Я все так же люблю Дубай. Мне все по кайфу, мне все устраивает. Я ловлю здесь хорошее вдохновение, прикольную мотивацию здесь развиваться и жить. В начале этой недели в Дубай приехали мои друзья из Саратова. Это Вартан и Алена. И мы с ними поехали на открытую площадку для болельщиков в футбол, для болельщиков в FIFA. Эта площадка находится в Экспо-сити. Мы собрались и поехали на эту площадку. Эта площадка находится в Саратова. Дубай это один из шести городов мира, в которых в дни чемпионата мира по футболу пройдут официальные фестивали болельщиков в FIFA Fan Festival. И мы решили с друзьями поехать посмотреть в первый день матча на такую площадку. Она находится в Экспо-сити. Вроде как там обещают большой экран, много народу, прикольную атмосферу, атмосферу карнавала. Много прикольных ларьков, где можно будет покушать и как-то развлечься. И мы решили туда поехать и посмотреть, как там проходит все вообще на самом деле. Не знаю, почему здесь и фоткаются, но я тоже сфоткаюсь с костюмами. Что-то я приехал на эту площадку. А народу очень мало. И думаю, что если приду, и здесь как на футбольном матче будет. Но посмотрим, может просто еще рано. Не знаю, время пять. На билете написано было, что нужно приходить в пять. Надеюсь, что просто еще рано. И будет веселее. Атмосфера становится более прикольной. Больше какой-то диджей. Начал играть музыку. Наверное, просто до матча еще много времени. И народ потихоньку подтягивается. Но уже становится прикольнее. Кто-то сидит на грушах, а кто-то взял свои ковры дома, чтобы сидеть всей семьей. Вот такие ковры кто-то с собой притащил. Показывается, что футбольный матч будет только через два часа. Сказал Вардан. Поприкольно, здесь можно просто будет погулять. Может, что-нибудь интересное найдем. Пока ждем трансляцию матча. Здесь есть прикольные интерактивные разные штуки, где можно покидать мячик ворота. Костя. А сейчас реклама. Как вы знаете, а может быть, все не знаете, я сейчас живу в Дубае, и я фотограф. Поэтому подписывайтесь на мой рабочий инстаграм. Приезжайте в Дубай, заказывайте у меня фотосет. Я вам сделаю классные, крутые, красивые лайфстайл фотографии. Будь то вы парень, девушка, либо вы пара, может быть, у вас свадьба, я сделаю вам классные, крутые фоточки. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите и заказывайте у меня фотосет. Сегодня играет Эквадор и Катар. Матч начинается. Я взял себе здесь еды, кофе, катушка фри с курицей. Атмосфера начинает быть прикольной. Только не Катар, а Катар. Катар. И это было не 3 минуты, чтобы найти вверх. Это был первый гол, забил Эквадор. Гол. Мы до конца не досидели, мы посмотрели только первый и поехали обратно домой. Но атмосфера прикольная. Хочется сходить на какую-то прикольную команду, когда будут играть классные команды. В фонтале 3 минуты всего идет выступление, пока ты перегибай. Если вы будете на Экспо-сити, заходите вечером в огромный купол. Здесь очень-очень-очень красивая инсталляция. Посидим уже здесь, наверное, минут 30 и смотрим. Сейчас немного важной для меня информации. Дело в том, что YouTube никак не поддерживает авторов, никак не поддерживает каналы и авторов из России. Мне очень хочется больше как-то работать на YouTube и быть полезным, снимать классные, полезные, интересные видео. И хочется, чтобы какая-то поддержка от YouTube все-таки была. Поэтому, если вам нравится мой контент, нравится это видео, нравятся мои другие видео, было бы круто, если бы вы поддержали меня как автора этого контента. Я буду снимать больше интересных видео. Я оставлю здесь свои банковские реквизиты, поэтому это не обязательно. Но если кто-то хочет меня как автора поддержать и поддержать мой канал, чтобы он больше развивался и у меня было больше мотивации снимать видосов, вы можете скинуть какую-то сумму, которую вам не жалко для развития моего канала. Всем спасибо. И так, это Джена. Джена живет в моем хостеле. Она из Германии. Ей 20 лет. Она занимается видеомонтажом и путешествует по всему миру одна. Я думаю, я сниму скоро выпуск про фрилансеров, про удаленщиков. И сниму небольшой сюжет о Дженни. О том, чем она занимается, как она... о чем она зарабатывает. И как ей удается так часто путешествовать. Мы сейчас с ней поедем на Кайт-Бич, чтобы на пляже полежать, тренироваться. Там можно поиграть в волейбол. Я позвал ее на этот пляж. Чтобы доехать на пляж, нам нужно доехать от Дубай-Марины примерно минус 40 на 8 автобусе. И чтобы сесть на автобус, нужно иметь карточку, такую карточку Нол. У меня на ней кончились деньги. И сейчас попробую пополнить эту карточку, чтобы зайти в автобус. Кстати, я когда был в Казахстане, я оформил себе казахстанскую карту от банка Каспий. И вчера я попробовал оплатить первый раз этой картой международную покупку. Я купил билет на фан-зону, и у меня все получилось оплатить, и я прям почувствовал себя человеком. И там я купил себе кофе, и я платил тоже этой карточкой. Короче, карточка Каспий банка Казахстана работает. Короче, мы подумали, что уже поздно ехать на Кайт-бич, потому что уже примерно полпятого, а туда ехать минут сорок. Мы решили просто пойти на наш пляж Джибиар. Там тоже хорошо. Там можно найти место, где немного народу, посидеть на закате. У меня есть фрукты, сейчас купим воды. И, возможно, найдем какую-нибудь волейбольную площадку и поиграем вечером в волейбол. Да? Да? Да. Whatever he said. Волейбол. Волейбол. Погода в Дубае стала немножко прохладнее и даже купаться на пляже становится не совсем комфортно потому что прохладный ветерок немножко есть наверное градусов 26-28 примерно сейчас конечно не как в России не снег но по сравнению с погодой которая была здесь месяц назад стало немножко прохладнее может быть кому-то покомфортнее но купаться чуть-чуть прохладно мы даже одели футболки потому что прям прохладно что это? Встреча? Встреча с нами Вы говорите Мы говорим Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Ты знаешь Джон Кейхо? Джон Кейхо. Джон Кейхо. Что? Что ты говоришь? Еще будучи в России, будучи в Саратове, меня часто звали Фоткас в качестве модели для каких-то местных брендов, для Wildberries, для магазинов в их Инстаграм. И когда я приехал сюда, мне тоже часто говорили, честно, попробуйте себе в моделинге. И однажды мне написал один фотограф. Он популярный фотограф. Я почему-то давно его знаю, но я всегда думал, что он не из России, потому что у него все посты на английском языке. И тут он мне как-то сам написал, типа, бро, тебе нужно попробовать себя здесь в качестве модели. И тогда я реально подумал, что, наверное, мне стоит попробовать. Я взял, составил список всех модельных агентств, которые здесь есть. Я примерно нашел штук 8-10. И отправил эти фотки в эти модельные агентства. Одно модельное агентство мне сказало сразу, типа, сори, бро. Вы нам не подходите. Но мы будем, если что, вас иметь в виду. Вот. И еще одно модельное агентство меня позвало на кастинг. И я поехал на кастинг на следующий день. В таких гаражах находилась студия. На самом деле студия была прикольная. Меня там сфоткали. Они сказали, что я им очень подхожу. И они готовы заключить со мной контракт. Должны мне сегодня скинуть контракт с условиями, чтобы я посидел, подумал, готов ли я работать по контракту или нет. Но прикольно. Я бы попробовал поработать здесь моделью. Она говорит, что здесь хорошо зарабатывают модели. Типа 15 тысяч дирхам, 20 тысяч дирхам. Вполне просто заработать. Поэтому, наверное, я изучу и подпишу этот контракт. Посмотрим. Каждый раз, когда я был в Дубае, я всегда хотел сходить на Global Village. Но никогда у меня это не получалось. И в этот раз мы с Вартаном и с Аленой решили съездить и посмотреть, что там вообще на самом деле интересного происходит. Очень классный сегодня закат. Мы приехали на Global Village. Про Global Village говорят, что это самая большая ярмарка в мире. И сам этот парк считается самым старым сооружением эмирата. И за четверть века Global Village немало перестраивали. Его переносили на новое место. И сегодня Global Village разносится до таких размеров, как ВДНХ в Москве. И стал привлекательным местом для развлечений в Дубае. Всего Global Village 90 павильонов, оформленных в разных тематиках. Протяженность парка 1 км в длину и порядка 650 метров в ширину. Билет, чтобы зайти в парк, стоит 15 дирхам. Билет можно приобрести прямо на входе в Global Village. От Марины ехать примерно часа полтора. На самом деле, не очень удобно, если вы едете на общественном транспорте. Но на такси будет стоить, наверное, дирхам 80. Может быть, даже побольше. Может быть, дирхам 100. И мы решили сэкономить и поехать на автобусе. Мы проголодались. И что мы решили купить? Конечно же, шаурму. Мы решили купить турецкую шаурму. Это шаурма? Это шаурма? Туркская шаурма. У нас есть шаурма и пита. Очень маленькая. У нас есть стандартный шаурм. И так делаем. Это будет пачка, да? Пачка. Мы заплатили. Спасибо. Пачка? Пачка. Взяли такую булку. Она стоит 25 дирхам. Там внутри мясо на самом деле. Просто не видно из-за слой кетчупа и майонеза. Сейчас попробуем. Вкусно, Саш? Да. Нормально. 25 дирхам нормально. Я думаю, этой булкой можно наесться. Надо будет купить еще кофе и какой-нибудь пирожок. Заметана. Да. Это для меня? Да или нет? Да. Один, два, три. Да. Это просто лучшее место, где мы были за всю жизнь. Парк. Понравился ли мне парк Global Village? Честно, не очень. Второй раз я бы туда не поехал, потому что в каждом павильоне каждой страны просто какие-то рынки с одеждой. В основном это все китайского производства. Я думал, там будут какие-то классные рестораны, классная национальная кухня каждой страны, но этого там особо не оказалось. Поэтому, наверное, разочек съездить можно. Просто провести вечер с семьей, но не больше. Я думаю, второй раз вы тоже туда не поедете. Собрались с друзьями из Саратова, чтобы почилить на пляже. Взяли с собой стульчики раскладные. Я взял фрукты, воду, курицу и чипсы. Убейте машину, пожалуйста. Там пустая пачка. Что? Там пустая пачка. Нормально. Алена что-то собирает. Вау. На Мальдивах. Вау. О, ты был в воде, проявила мне! У меня был такой и strange человек. Вау, how are you? Доброе утро! Когда мы будем снимать? Мы должны планировать. Да, давайте посмотрим. Дальше? Я не занимаюсь. Я свободен. Я рада вас видеть. Я снова встретился здесь на пляже Чендру. Если вы смотрели мой выпуск с ней, она здесь бегала и занималась спортом. Машины заказы. Битые, с аукционов. Новые, европейские. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Сейчас я хочу поделиться, наверное, для многих важной информацией, которая, возможно, вам поможет. Если у вас очень часто не бывает энергии, внутренней энергии что-то делать, вы посыпаетесь в плохом настроении, либо просто резко у вас настроение пропадает. Вам нужно понять, что у вас забирает энергию и что вам придает энергию. Вам нужно первым делом понять, где у вас эти дырки, через которые ваша эта энергия утекает, и чтобы эти дырочки залатать. Вам нужно взять лист бумаги. Лист белый, чистый бумаги. Взять ручку. Сделать два столбца. В одном столбце написать, что у меня забирает энергию. И во втором столбце написать, что мне дает энергию. И вы расписываете все, 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 что вам приходит на ум. Все, что у вас забирает энергию, и что вам энергию придает. Пишите все, что приходит вам на ум. Это только ваши мысли, только ваш листок. Вам не нужно никому это показывать. Не обманывайте себя. Главное, не обманывайте себя. Пишите все, все, что приходит вам на ум. После этого вы прочитываете то, что вы написали, и стараетесь избавляться от тех действий, от тех вещей, которые у вас энергию забирают, и стараетесь делать в своей жизни больше тех вещей, которые вам энергию придают. Это реально рабочий лайфхак, чтобы вы хотя бы просто выписали, и вы понимаете, почему вы сейчас расстроены, почему вы сейчас в плохом настроении, и почему вы сейчас негативите, возможно. Попробовать это сделать очень классный метод, который мне помогает, и, я думаю, поможет и вам. Сейчас я хочу порекомендовать прикольное место, которое мне очень нравится. Я был здесь второй раз, и если вы будете недалеко от Кайт-Бич, заглядывайте в это место. Это место называется Hill. Очень прикольный, уютный ресторан. Мне кажется, он в таком балийском стиле. Выдавляй. Выдавляй. Только это не выкладывай, Саня. Выдавляй. Не, ну серьезно. Как называется? Строубрии и маргарита. Стой, я еще не снял. И там очень все вкусно, прикольная подача, дружелюбные официанты, и атмосфера очень кайфовая. Вот, поэтому будете в районе Кайт-Бич, заглядывайте в ресторан Hill. Одно агентство мне сразу, как я отправил фотки, наверное, на следующий день писали WhatsApp и предложили съемку в ресторане для контента в Instagram для этого ресторана. Я посмотрел, что это классный рейстик. Это находится в здании адрес, такой P. Кто был в Дубае, наверное, знает это здание, потому что здесь его видно со всех сторон. И ресторан оказался очень классным. И я прям обрадовался, когда мне предложили эту съемку. Почаще мне такие съемки прилетали, потому что они платят 1200 дирхам за 4 часа работы, просто позируя для фоточек. Надо просто улыбаться и быть веселым. Класс! В общем, сразу скажу, что мне очень понравилась эта съемка, понравилась эта работа. Мне прям кайфанул. И очень хочется в этом теперь развиваться. Сейчас я покажу, как вообще это все происходило. Видите, это здание буковкой P. И я сейчас иду туда. Сейчас сижу в лобби этого отеля. Съемка должна начаться в 3. Время 3.10. Мне сказали, что меня сейчас встретят, но пока никого нет. Пока сижу, жду. Очень классный отельчик. Скажу, я хочу здесь жить. Может, мне дадут скидку на апартаменты. Хорошую скидку. Вообще, я буду сейчас снимать на телефон. Потому что, я думаю, здесь очень красиво снимать на мою камеру. Нас собрали. Нас примерно 6 моделей. И нас перевели в какие-то апартаменты. И сейчас будем здесь переодеваться. Здесь есть стилист из Беларуси, который говорит по-русски. И девочка одна есть русская. Это моя одежда. Короче, вот так с меня одели. Такую бежевую рубашку. Белый джинс. Класс. Мне определенно нравится эта работа. Это лучше, чем фотографировать это. Это лучше, чем фотографировать это. Игорь Леонид. Игорь Леонид. Игорь Леонид. а и Короче, класс, наша съемка почти кончилась, мы сняли лебедюшки, и сейчас сделаем несколько фото, и прям мне очень понравилась эта работа, скажу я, лучше чем фоткать, класс, я прям рад, что меня нашли, и буду, наверное, попробовать в этом развиваться здесь, потому что не так устаешь, тебе не нужно потом фотки обрабатывать, ты просто отработал, пошел домой и забыл про этот фотосет, класс, и что-то это хорошо платье. Вот так прошли мои 10 дней в Дубае, поэтому если вам понравилось это видео, понравилось то, о чем я говорю, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мою эту страничку на ютубе, поставьте лайк этому видео, пожалуйста, и оставьте комментарии, зашло ли вам это видео, либо не зашло, хейтерам привет. Все, наверное, все, что я хотел сказать в этом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока. А так, еще не все, я забыл привет передать, хочу привет передать маме, папе, любимой сестре Дашке, своим племянникам, Ниночке и Демочке, по которым я очень-очень сильно стучаю, бабушке, дедушке и своим крутым друзьям, Маньке, Вадиму, Денису, Никитосу с Юлей, который сейчас в другой стране, и Саньку. Всем привет, я вас всех жду в Дубае, всех люблю, и теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok